Здравствуйте! С вами Татьяна Шахбадр, психолог, аркотерапевт, коуч здоровья и специалист по исполнению желаний. И сегодня я хочу поговорить о самой тяжёлой работе в мире. И попробуйте угадать, какая это работа. Наверняка вам приходит что-то в голову, типа шахтёр или какие-то подобные тяжёлые работы. Или вот женщины, у которых есть дети, наверняка подумают, наверное, самая тяжёлая работа в мире — это быть мамой. И мне сложно не согласиться, да, есть тяжёлый физический труд, и быть мамой — это действительно трудно. И я трижды мама, у меня дети самых разных возрастов, и я прошла через это всё. Но сегодня я уверяю вас, я убеждена в том, что самая тяжёлая работа — это работа над собственным счастьем. Научиться быть счастливой, научиться получать удовольствие и наслаждение от жизни. Это самое сложное, что есть в жизни, потому что мы рождаемся в социуме, и социум делает на нас очень огромное влияние, очень сильный прессинг. И мы все испытываем чувство вины, когда позволяем себе хоть чуточки больше, чем людей, которые окружают нас. И потом самостоятельно себя загоняем в такие условия, в которых нам и жить-то особенно не хочется. И для того, чтобы научиться себя, для того, чтобы захотелось жить, нужно научиться получать удовольствие. А это значит, что нужно позволять себе немножко больше, чем ты себе можешь позволить. Со мной этой мыслью поделилась одна очень мудрая женщина, и для меня это было инсайтом, потому что мне казалось, что я уже вышла на какой-то уровень и позволяю себе многие вещи. Но сегодня я осознала, что я позволяла себе то, что я могу позволить. И все равно в моем воображении осталось множество вещей, которые по моей иллюзии я позволить себе не могу. И давайте попробуем хоть чуть-чуть выходить из зоны комфорта и позволять себе немножко больше, чем мы можем позволить. Тогда жизнь нам будет в радость, в удовольствие. И поверьте, ваши окружающие тоже от этого только выиграют. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Татьяна Шахбандер. И вам понравилось видео, ставьте лайки и записывайтесь на мои скамп-консультации. Спасибо за внимание и пока-пока. Наслаждайтесь жизнью.